И снова здравствуйте, с вами Дэв. Прошлый мой эксперимент с видеокомиксом неожиданно выдался очень и очень удачным. Я долго обещал, что буду делать еще их, но все никак не мог собраться, ибо это безумно затратная по времени и по силам процедура, но я все-таки собрался. Итак, новый видеокомикс «Мстители против людей Икс». Сюжетная арка, созданная в 2012 году, авторами выступали Джейсон Аарон, Брайан Бендис, Эд Брубейкер, Джонатан Хикман и Мэтт Фрэкшн. А рисовали ее художники Джон Ромита, Адам Куберт и Оливье Койпил. История изложена в 12 выпусках. Я не хочу давать вам пустых обещаний, поэтому скажу, что постараюсь, просто постараюсь, делать по две части в неделю. Ну что ж, начнем? Раунд первый. Башня Мстителей, Нью-Йорк. Тони Старк спорил с Нохваром о архитектуре Квинджета Мстителей. Нохвар – это представитель Империи Кри, а Кри я рассказывал в пятой части видеокомикса «Эра Альтрона». Нохвар – это представитель Империи Кри из альтернативной вселенной Марвела, которого забросило в оригинальную 616-ю вселенную, и он вступил в ряды Мстителей в итоге. Так вот, Тони Старк спорил с Нохваром об архитектуре Квинджета Мстителей. Ну а Капитан Америка, как лидер команды, пытался успокоить двух гениев технологии. В это самое мгновение на небосводе появилась комета, которая двигалась прямо на город. Ребята, у нас похожи проблемы. Что это такое? Падает. Что за безумие? Тор сориентировался первый и скомандовал «Мстители, вперед!» «Убедись, что крыло не упало на город, друг мой», – обратился Тор к Тони. «А я разберусь с этим», – сказал Тор и направился прямо к падающему самолету. Ребята, я тоже могу помочь! Поймала! Отец, дай мне силы! И всегда пожалуйста! Это, кстати, официальные сети Человека-паука. Такие нигде не купишь. Старк испепелил падающее на город крыло самолета, таким образом на землю посыпалась лишь сажа. Тор, вращая свой молот, создал воздушный поток, который подхватил падающий самолет и посадил его на воду. Тем временем остальные «Мстители» уже были на подходе к точке падения кометы. Каково же было их удивление? Когда они увидели, что так называемой «Кометой» был никто иной, как «Нова». С корпусом «Новы» вы можете быть знакомы по фильму «Стражи Галактики». Наш же герой является наделенным суперсилами членом этого корпуса. Так вот, «Кометой» оказался сам «Нова». Еле живого его вытащили из кратера. «Нова, Нова, это Стив Роджерс, ты меня слышишь?» «Он... он идет...» «Что за он?» Старк запросил проверку со спутников у Джарвиса и получил ответ, что на межзвездном радаре пусто. Тор, можешь посмотреть, что такое могло его преследовать? «Утопия. Основной дом людей Икс. Недалеко от берега Сан-Франциско». «Еще! Вставай, Хоуп! Еще один раз!» «Зачем мне надо тренироваться, Циклоп?» «Ради жизни! Вставай!» «В этот раз силами?» «Категорически нет. Я тренирую тебя, чтобы ты стала лучше». «Лучше, чем могу?» «Профессор Икс также обучал тебя?» «Абсолютно!» «Какого черта, мужик? Ты же сказал, что Мэй бесил!» «Я сказал, что ты бесил!» «Мэй! Мэй! Мэй! Мэй!» «Еще! ЕЩЁ! ЕЩЁ!» «Ваш любовник не в духе, мисс Фрост». «Спустя много лет после смерти Джин Грейтс, Циклоп сошелся с Эммой Фрост». «Ну, тебе ли не знать, что ничего плохого в том, чтобы относиться к тренировкам серьезно, нет?» «А еще я знаю лучше других, что есть разница между серьезным отношением и... принуждением». «Хватит! Че ты докопался до меня? Я всю жизнь тренировалась! Я готова! ЕЩЁ!» «Что, по-твоему, может произойти? Ответь мне!» «Ладно, что это было? Ты ведь это видел, верно?» Тем временем в Белом доме Старк и Кэп докладывали Президенту и Совету Безопасности о недавних событиях. «После вторжения Скрулла вы попросили, чтобы вас оповещали обо всех межзвездных проблемах, с которыми мы сталкиваемся». «Недавно мы стали свидетелями прибытия члена корпуса Новых». «Он прибыл с довольно тревожным предупреждением, а затем впал в кому». «Подпалены и дыры на его костюме дают нам основание полагать, что он пережил столкновение с огромным источником энергии». «Мы попросили Тора и Тони провести разведку, а также проверить межзвездные спутники». «То, что мы нашли, оказалось, ну, неприятным. Мы обнаружили следы энергии на униформы Новых. И, как назло, мы искали именно этот след с тех пор, как произошел инцидент с Джиной Грей». «Джиной Грей из Людей Икс». «Как только я зафиксировал след, мне удалось отследить передвижение Новых. Я лично проверил это 50 раз. Она идет сюда. Сила Феникса направляется на Землю». «Для тех, кто не знает, это разрушительная паразитная сила огромных размеров, которая прицепляется к своему биологическому носителю, а затем уничтожает все живое вокруг». «Если она найдет носителя, когда она найдет его, нам придется немедленно с этим разобраться. Мы отправляем команду Мстителей, которая будет пытаться остановить и уничтожить Феникса до того, как он доберется сюда. Однако нам и известно, что это…» «Однако следует заметить, что это самоубийственная миссия». «Что это было?» «Я установил программу на оповещение в случае, если где-либо на планете появится энергетический след, похожий на силу Феникса». «И это случилось?» «Да». «Ты знаешь, где это?» «Старшая школа имени Джины Грей». «Ты уверен?» «Мы уверены. Ты был в центре событий, когда Феникс впервые прибыл на Землю». «Феникс. Джина Грей сделала все, что могла, чтобы сдержать его. Но в конце концов, после всего, ей пришлось покончить с собой, чтобы прекратить это. Покончить с собой. И даже это не сработало». «Он направляется на Землю. Но куда?» «Я знаю, куда он идет. Все мутанты знают, куда он направляется». «Тогда я хочу, чтобы Скотт Саммерс работал с нами. Я хочу, чтобы Люди Икс и Мстители работали». «Это существо убило девушку Саммерса, и после этого он вряд ли обрадуется таким новостям. Это существо возвращается. Он попытается отомстить. Он даже не поймет, что делает. Я знаю его. Он ничего не прощает». «Я могу рассчитывать на тебя со школой». «Я основал эту школу, чтобы этим детям не пришлось сражаться». «Могу я рассчитывать на тебя». «Утопия. Основной дом Людей Икс недалеко от берега Сан-Франциско». «О чем ты думаешь, Скотт?» «Он думает, что Хоу, Феникс, может изменить жизнь мутантов раз и навсегда. Может изменить все». «Но как?» – вопрошал Немур. «Немур – это принц подводного королевства Атлантиды, ближайший товарищ Людей Икс». «Сила. Настоящая сила, чтобы повернуть мир в нужное русло». «Сейчас ты говоришь в точности, как я, Скотт. То, что произошло с нашим народом, было неестественно. 99% мутантов лишил их своих сил. Нас осталось меньше 200. Мы сейчас вымирающий вид. Когда раньше мы были, следующей ступенью эволюции. «Должна быть причина, по которой Феникс возвращается к нам. Сюда. К нам. Ищет. Что-то ищет. Почему он постоянно возвращается к нам?» «Он приносит с собой смерть и уничтожение», – сказал Колосс. «И возрождение. Всегда возрождение. Когда мы сражались с Фениксом в прошлый раз, мы были юны и глупы, Питер. А теперь мы все еще юны и глупы», – сказал Немур. «Что ты собираешься с этим делать, Скотт?» «Мы обучим его. Его разум и тело. Все мы. Мы подготовим его». «А если мы не сможем?» «Что, если Феникса нельзя переучить?» «Сможем». «Скотт. Выбор за Хоуп. За ней». «Хе. Ты никогда не поверишь, кто только что появился». На Утопию прибыл лидер Мстителей, Стив Роджерс, он же Кэтан Америка. Циклоп, как лидер Людей Икс, направлялся к нему. Колосс хотел пойти с ним. Кстати, хочу заметить, что Колосс в этом комиксе с силой Джаггернаута, я об этом рассказывал в его биографическом видео. Так вот, Колосс хотел было пойти с Циклопом, но Эмма остановила его, мотивируя это тем, что нет нужды сейчас начинать драку. Однако Неймор поправил ее. «Я знаю Катекана лучше других. Если он здесь, то драка, как ты говоришь, уже началась». «Циклоп. Кэп. Мы хотим забрать Хоуп под арест и охрану». «Потому что». «Сила. Феникса идет на землю, и наши эксперты считают, что она идет за ней». «Твои эксперты? То есть Росомаха?» Фрост телепатически обратилась к Циклопу, прочитав мысли Кэпа. «Скот, он не уйдет без нее». «Этого не случится», — ответил ей точно так же ментально Циклоп. «Она мутант. Это проблема мутантов. Сами разберемся». «Это не проблема мутантов против людей. Если она носитель Феникса, мы должны позаботиться об этом». «Я не собираюсь спорить, что Феникс идет сюда, но с правильным носителем он может быть последней надеждой мутантов». «Что?» «Это сила возрождения, Кэп. Но, быть может, возрождение моего народа». «Ты воспринимаешься слишком близко, Саммерс. Логан сказал мне, что ты будешь не рад моему визиту. Я надеялся, что мы сможем прийти с тобой к пониманию. Говорю как человек человеку. Лидер лидеру, мне нужно твое доверие». «Я близко воспринимаю». «А вот ты, похоже, совсем нет. Так и есть. Так было всегда. Я вот вижу, как ты сейчас стоишь тут. И думаю, а когда тебе были нужны мы, мутанты?» «Не считая этого момента, когда тебе от нас что-то нужно». «Я тебя уважаю. Хочешь об этом поговорить? Хорошо. Но тогда тебе придется подождать. К земле направляется разрушительная сила. И мы должны придумать, как ее остановить». «При всем уважении, ввали нахрен с моего острова». «Перчатка брошена. Сейчас он заставит Роджерса поднять руки». «Ты же понимаешь, что я не прошу». «О, я это прекрасно понимаю». «Мстители, к бою». «Эмма, забирай Хоуп. Защити ее любой ценой». «Скотт, она может сама решить». «Больше нет». На этом буду заканчивать первую часть видеокомикса «Мстители против людей Икс». Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. В ближайшее время, обещаю, будет продолжение. Также хочу напомнить, что я приветствую любую конструктивную критику. Связаться со мной очень просто. Это можно сделать либо через комментарий к этому ролику на YouTube, либо через мою группу ВКонтакте. Ссылки в описании к этому видео. Ну и на этом, думаю, можно заканчивать. Благодарю вас за просмотр. Умейте радоваться мелочам и не отказывайте себе в удовольствии. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok